Посадила морковь, а выросла ядовитая трава. Вместо осеннего урожая жительница Иркутска обнаружила на своем садовом участке заросли редкого и крайне опасного растения – повелика. Сейчас на участке садовода уже работают специалисты Ростельхознадзора. Вместе с ним и наш корреспондент Артур Харланов. Артур, тебе слово. Екатерина, добрый день. Действительно, я сейчас нахожусь в окрестностях микрорайона «Зеленый». Здесь очень много садоводств, дачных товариществ и просто участков. Вот как раз на одном из таких участков дачных я сейчас и нахожусь. Действительно, вот видите, осенняя пора, все цветет, сбор урожая активный, картошку уже выкопали. Однако, когда садоводка начала выкапывать морковку, вот как вы сейчас видите, она обнаружила на ботве одно очень интересное растение. Вот оно, смотрите, это называется повелика. Видите, цветочки, они очень скоро зацветут и дали бы семена. И вот такой вот оранжевый цвет. Растение это не имеет ни корня, ни стеблей как таковых, ни какой-то листвы. То есть оно просто вот обвивается, как венок вокруг основного растения и служит как паразит. То есть высасывает из него всю энергию, всю силу. И урожай становится уже далеко не первосортным, это мягко говоря. Вот если вот такую вот морковку, ее, конечно, можно употреблять в пищу, но храниться она долго не будет, потому что она уже без питательных веществ, вся изнутри, можно сказать, высушенная, выединенная этой вот повеликой. Вот, собственно, вот садоводка, которая обнаружила все это. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, а вот где вы вот эти вот семена приобрели и что-нибудь такое подозревали, когда покупали? А что там можно увидеть, когда он в пакете? Пакет-то ведь заклеен. Там же, тем более, это, наверное, под микроскопом все обнаружится. С какими-то препаратами, а на глаз-то там ничего не увидишь. На глаз-то. А как поняли, что вот это вот что-то не то, что-то повеликое? Ну, когда где-то в июле на растении появились эти желтые ниточки, а у нас такого никогда не было. Давай смотреть дальше, больше, дальше, больше. Смотрим уже и белые цветочки в августе стали появляться. А из этих белых цветочков будут семена, значит, а семена ветер по всему двору разметет. Так же? А у нас рядом еще вот и картошку сажаем, и морковку, и огурцы, и томаты здесь. И вот лук здесь у нас был. Сейчас вот сидират посеяли, горчицу. Потому что это же весь огород будет забит. Так мы не одни купили семена, люди же еще покупали. Спасибо. Что главное, это сейчас по Иркутску же ведь не в одном нашем огороде, по садоводствам сколько разойдется. Ладно, вот мы обратились, потому что, ну, действительно, я говорю, где-то больше сорока лет огородом занимаюсь, такого чуда не было. А если вот молодожены, молодые только начинают, скажут, да это сверняк, выпалим, да и все. А так же будет. А ветер носят, разносят все. Птицы на лапках везде. Это же страшное дело, как вот послушать. Спасибо, спасибо. То хочу отметить то, что сейчас на контроль уже всю эту ситуацию взяли специалисты Росельхознадзора. Вот они, они сегодня приехали на участок, составляют акты соответствующие о том, что это действительно повелико. Они визуально уже проконтролируют. Сейчас взяли образцы, вот вы их там видите, отвезут их в лабораторию, проверят всеми соответствующими способами, методами. Ну, а касательно того, что вот сейчас здесь есть вот эта вот уже, скажем так, ботва, ее нужно утилизировать одним-единственным способом. Сейчас я вам продемонстрирую, как это все происходит. Разрешите, пожалуйста, отойдите, а то сейчас может произойти небольшой взрыв. Так, канистра с керосином не поддается, но я хочу сказать то, что единственный способ, микрофон мешает, которым... Да чего-то она не открывается, канистра, вы не поможете. Сейчас нам помогут. Единственный способ, которым можно избавиться... Ага, вот, заработал. Избавиться от павелики, это все щедро сдобрить вот этим вот керосином и поджечь. Только так можно выжечь растение, потому что оно очень мелкое, семена его вообще с одно маковое зернышко, вот. И они распространяются очень быстро. Хорошо, что здесь, на данном участке, ничего не зацвело, иначе простым вот таким вот сожжением не ограничилось бы. Но, к счастью, сейчас мы просто попробуем все это сжечь. Вот так. Вот, горит ясно, но под контролем всех соответствующих органов и служб. Когда все это горение закончится, а павелика растворится в золе, специалисты Россельхознадзора составят соответствующий акт о том, что все сорняки были сожжены. Но это еще не все. После вот этого сожжения на протяжении трех лет они будут приезжать сюда, на этот конкретный участок, и производить специальные заборы и пробы, чтобы выяснить, остались ли частички павелики на этой земле. Екатерина, на эту минуту у меня вся информация. Спасибо.